Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев 9 марта 1934 года в Гжатске родился в этот день Юрий Алексеевич Гагарин. Как психологи готовят космонавтов перед полетом в космос? Об этом мы сегодня поговорим с нашим экспертом. У нас на связи автор метода саморегуляции «Ключ», известный советский и российский ученый и психофизиолог, врач-психиатр, психотерапевт Хасай Магомедович Алиев. Здравствуйте, Хасай Магомедович. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Приветствуем вас, Хасай Магомедович. А зачем космонавту психологическая подготовка? Ведь это самый сильный, самый смелый, самый ловкий человек. Ему неужели нужна психологическая подготовка? Ну, тренировка к новым условиям, к рисковым условиям всегда нужна. И там основные проблемы, если их выделить, самое главное – это стресс, невесомость, перегрузки. А как же без психологической подготовки? Конечно, нужны. А я натолкнулся на такой термин, как космическая психология. Не могли бы вы прояснить, что это такое и что в нее входит? Там очень много разделов в космической психологии. Я работал некоторое время в Центре авиационно-космической медицины. Я, например, занимался той частью, которая занимается превентивной подготовкой человека к экстремальным условиям, до лиц опасных профессий. Это повышение стрессоустойчивости. Это очень важный момент, потому что сейчас, например, все психологи, как правило, занимаются снятием стресса у человека, обучением его снижать стрессовое состояние. А это вот превентивная антистрессовая подготовка именно до ситуации. Повысить стрессоустойчивость, чтобы человек быстрее адаптировался, сохранял ясность, ума, уверенность в себе и все навыки. Потому что обычно мы обучаемся в одном состоянии, а применять наши умения приходится в разных обстоятельствах. И для этого нужна антистрессовая подготовка. Надо понимать, в каком состоянии человек находится. А вот как обучить человека понимать, в каком он состоянии находится, Хосай Магомедович? Ну, как правило, он понимает, в каком он состоянии находится. Когда он несколько раз проходит такой курс специальной антистрессовой подготовки, он научается стресс не только снижать, но и использовать энергию напряжения стресса по своему усмотрению. И там как раз таки есть такой раздел, когда он самостоятельно выходит из стрессового состояния с помощью определенных приемов, у нас называются идеомоторные приемы, и запоминает вот эту разницу, когда он в стрессе и когда он не в стрессе. У него как бы формируется такой опыт. И поэтому, когда он попадает в стресс, он чувствует, что какой-то внутренний индикатор напряжения у него градус поднялся. И он начинает приводить себя в порядок с помощью этих навыков. Сначала он во время антистрессовой подготовки, во время этого курса использует упражнения специальные и приемы по определенным алгоритмам, а потом уже навыки использует без упражнений, потому что не всегда в космосе можно применять эти упражнения, иногда и времени нет на это. А там он навыки уже использует, умения свои. — Хасай Маганомедович, вы являетесь автором метода «Ключ», по которому готовили космонавтов. Но сегодня день рождения Юрия Алексеевича Гагарина. А известно ли, как психологи готовили первых космонавтов, в частности Юрия Гагарина? По каким методам происходила подготовка? — Я, знаете, мне посчастливилось не с Гагариным, конечно, к сожалению, а уже с последующими космонавтами, но тоже первыми. Я с Поповичем общался, с Павел Романовичем, и с Николаевым Андреем Григорьевичем. С Николаевым Андреем Григорьевичем они были заместители, первые заместители Центра подготовки космонавтов, заместители Берегового. И общаясь с ними очень близко, я понимал, какие у них были, так сказать, тогда подготовительные мероприятия. Но я сейчас не буду говорить о технологических вещах, типа вращения, типа там своеобразные испытательные моменты, вот эти калиолисы, я об этом не буду говорить, я буду только чисто о психологии говорить. Вот, например, Андреан Григорьевич Николаев мне говорил, что он знает пять методов психологических, аутотреник в том числе знал, знал медитативные техники, он прямо у меня на пальцах их перечислял, какие он был, испытал на себе, он был очень пунктуальным таким человеком, все мне подробно рассказывал. Но он при этом сказал, а вот такой ключ, который я сейчас испытал, такого я никогда не испытывал. Это, говорит, хороший метод. И он начал курировать это направление и стал опекать это направление. Я ему очень благодарен, Андреан Григорьевичу Николаеву. И необычайно добрый был человек, очень порядочный, очень глубокий и добрый человек был. Да, и мне очень отрадно, что наши первые космонавты были прекрасные, как люди. Но их кто-то готовил, да? Психологи с ними работали до того, как они познакомились с методом ключ, а в котором вы являетесь? Да, я в 81-м году приехал в Звездный городок. Там был Багдашевский, Ростислав Багдашевский, полковник. Он был психолог, он этим занимался. Сейчас скажу, для него нет. Мы много лет потом с ним дружили. Он, кстати, автор открытия научного. У него зарегистрировано научное открытие. Багдашевский с ними занимался. Кстати говоря, хочу сказать, что Багдашевский тогда предложил и канал связи с космосом, когда могли родственники поддержку оказывать космонавтам на орбите. То есть какие-то моменты могли подключаться по эфиру и с ним разговаривать. Это Багдашевский изобрел. Он мне рассказывал очень много о психологической совместимости, что это очень важно. Вот, говорят, два человека в одном кабинете несколько лет сидят, работают душа в душу, а вот космос полетели, в этот же вечер поругались. Он говорит, как это важно, психологическая совместимость, как важно в этом смысле поработать. Да, очень много аспектов. Это целое море аспектов говорить о космической психологии. Скажите, пожалуйста, какие как раз психологические методы используют для того, чтобы оценить, насколько космонавты совместимы друг с другом, насколько они не поругаются в первый же день в космосе. Ведь есть какие-то приемы или технологии, как это делается. Как оценивать характеристики и психические функции космонавта? Ну, конечно, есть и аппаратурные, и наблюдения в основном за поведением. Ведь у них не только вот так вот в кабинете сидишь. Я там дружил еще и с людьми, которые в экспедиции ездили всякие. Они там смотрели вот как... Вот отряд космонавтов – это очень интересное явление. Вот у меня был друг в этом отряде, Исаулов Юрий. Он, значит, определенным образом в свое время попал под влияние. Вот тогда были модны, вот в 80-х годах диеты всевозможные. Ну, в СССР модны были. И он тоже голодал, например. Потом употреблял различные мумиё. Вот это было все модно. И в «Звездном городке», если говорить об этом с интересной стороны, Мария Лаврентьевна, вот, летчик-истребитель, жена, значит, Павла Романовича Поповича, очень увлекалась вот этими экспедициями. На Танчане они ездили, на Алтае, в общем. И я вам хочу сказать, что Юрий Исаулов попал в какую-то сложную ситуацию. У него что-то было с печенью, и там немножко какой-то фермент недовырабатывался. А там, перед тем, как в полет отправить космонавта, определенное время бывает такая, вот, знаете, изоляция, когда они находятся под наблюдением. Там был Центральный научно-осельский госпиталь авиационно-космической медицины, СНИАК. И в этом госпитале Юра находился, и его обследовали. И он, значит, подвергнутый вот этим модам, ничего не кушать там или еще чего-то такое, вопреки инструкции, там, не ел некоторое время. Ну, врачи его за это поругали. Ну, то есть, есть определенные тонкости. Люди все живые, со своим своеобразным отношением к жизни, подвергались разным модным течениям. Да, Юра тоже этим очень увлекался. В конце концов, он не полетел в космос. Да, игрался. Да, игрался. Хосай Магомедович, а почему возникла необходимость в новом методе? Чем-то метод Багдашевского не устраивал, да, руководство? Нет, нет, почему не устраивал? Просто я как-то случайно попал, так сказать, в это поле зрения, в эти работы. Потому что я в свое время тогда, тогда в эти годы работал в поликлинике, занимался иглотерапией, был завкабинетом рефлексотерапии. И одновременно сочетал иглоукалывание с психотерапией. Я погружал человека в гипноз. У меня было первое научное открытие тогда, что я ему в гипнозе внушал вместо прикосновения иглоид. Я ему внушал этот комплекс характерных специфических ощущений в области нужной точки. Тепло, ламота, распирание, электрический ток. Это характерный комплекс ощущений, по-китайски называется, течи. Ну, то есть феномен отдачи. Вот когда иголку ставишь, точно попадаешь в область нерва, идет ток небольшой. Ну, я это внушал. И действительно получалось, что можно без воздействия физического иглои через кору головного мозга сигнальным таким образом активировать эти точки иглотерапии. Ну, и меня пригласили тогда письмом замминистра здравоохранения России Трубилина и Андреан Григорьевич Николаева. Звездный городок. Потому что я дружил с величайшим специалистом, который занимался моделированием состояния невесомости у космонавтов в земных условиях. Гримак Леонид Павлович. Он меня познакомил. И вот тогда они меня пригласили. Я прямо из поликлиники, будучи врачом, приехал в Звездный городок, прикомандировался. И там несколько лет приезжал и проводил эти работы. Мне Андреан Григорьевич Николаев сказал, у нас в космосе психотерапия такой невозможна. Гипноза нельзя. И поэтому ты придумай что-нибудь такое, чтобы человек сам мог на себя влиять. Включать у себя ресурсы. И я тогда придумал вот это вот. Моделировал состояние невесомости у космонавтов в земных условиях. Придумал, как он может в этом состоянии регулировать своим организмом и нервно-психическим напряжением. Доложил это на научно-техническом совете, где у меня пять испытателей моделировали по своему собственному желанию, вызывали у себя управляемый транс и внушали себе в этом состоянии по заданию экспертов, которые там присутствовали, различные ощущения, различные реакции. Например, майор Сингатолин ему предложили, значит, на этом научно-техническом совете, а ну-ка представьте себе, что вы сидите на кресле, которое быстро-быстро вращается. И он погрузился в это состояние самостоятельно, и вдруг его стало качать, и вдруг у него давление поднялось, и пульс поднялся. И они прямо так заволновались. Хватит, хватит. Он остановился, и они увидели объективно, как можно регулировать свое состояние обученному человеку. Да, вот он смоделировал тут же. То есть, это и есть метод-ключ, да, автором которого вы являетесь? Да, это метод-ключ. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про метод-ключ, что он из себя представляет, и могут ли им пользоваться не только космонавты, а какие-то другие люди. Вот мы, например, радиоведущие, могут ли воспользоваться методом-ключ? Ну, конечно, я вот... Конечно, конечно. Сегодня этим пользуются не только лица опасных профессий, сегодня этим пользуются все. Дети, вот, недавно, в прошлом году вышел учебник до 10-11 классов по физкультуре профессора Матвеева Анатолия Петровича, и там есть раздел, который называется синхрогимнастика по методу саморегуляции ключа. То есть, кусочек метода ключа уже в учебнике для 10-11 классов российских школ. Поэтому будущее поколение, как говорится, будет управлять своим состоянием лучше, чем сегодняшнее. А почему так называется метод-ключ, Хосем Гамедович? А ключ называется, это космонавты сами предложили. Дело в том, что, когда я его создавал, я пригласил... Мне же надо было модель невесомости создать у космонавтов в земных условиях, чтобы он быстрее там в полете адаптировался. Я пригласил несколько испытателей, которые летали в невесомости. И я им предложил... Они вот так сидели в кабинете, и я им предложил по памяти воспроизвести эти ощущения невесомости. И когда они сосредоточились, они стали погружаться как бы в себя, и вдруг у них стали всплывать руки, нога у одного пошла, у другого голова пошла. И вдруг один говорит, слушай, это же ключ. То есть они, воспроизведя опыт прежде испытанного состояния по памяти, они вызвали состояние, на самом деле это управляемый транс. Они вызвали его, и потом вдруг один из них говорит, слушай, а у меня усталость прошла. А другой говорит, а у меня зуб перестал болеть. Центрак Гальбалев. Так были созданы первые диорефлекторные ключевые приемы. Сейчас вот это всплывание руки, например, и так далее, которые были там у космонавтов. Если вам предложить, или соседу предложить, вообрази себе, что рука у тебя всплывает. И 30% людей начинают испытывать в ответ на образ рефлекторное автоматическое движение руки. И вот когда это происходит, у него снимается нервно-психическое напряжение. Если он был в стрессе, он успокаивается. Если у него болела голова, он в этот момент, помимо всплывания руки, может себе представить, что голова становится ясная. Или он может настроиться в этот момент на то, что будет лучше учить иностранный язык. То есть он уже может себя управлять. То есть когда его желание, какое-то маленькое, например, что рука пошла, начинает реализовываться, он уже может добавлять себе и другие желания. И поэтому сейчас этим и спортсмены пользуются. Я же ездил на Олимпийские игры в Китай с парусным спортом. Я ездил в Португалию. Я готовил психологические футбольные команды, хоккейные команды, фехтовальщиков. То есть очень много спортсменов, много актеров. Актеры сами, кстати говоря, иногда настолько вживаются в образ роли, что они там в трансе. Да. Вот это, собственно говоря, вот этот вот, который играл Джек Николсон. Джек Николсон. Прекрасно входил в образ роли. Он в этом состоянии, там он не то, что невесомый, он мог моделировать различные волка, превращался в кино, образ волка. Но я хочу сказать, что очень много людей, они сами могут это делать, если бы они это знали, как правильно делать. Я по существу... Вот интересно. Хосе Маговедович, а какие приемы можно использовать в повседневной жизни нашим слушателям? Я вам сейчас скажу. Дело в том, что человек инстинктивно, сам, спонтально снимает у себя стрессовые напряжения. Вот, например, на морозе его трясет. Он дрожит. Я вычислил, почему он дрожит на морозе. То, что так же он дрожит перед экзаменом, или перед важным свиданием, или перед каким-то рекордом спортивным. У спортсменов это называется мандраж, у девушки это называется нервная дрожь. Почему? На морозе он дрожит, и там дрожит, и там дрожит. А потому, что, оказывается, вот эти повторяемые движения снимают напряжение. То есть, вот эта дрожь, это на самом деле микроколебание. Это напряжение и релаксация мышц. Вот эта дрожь. Поэтому я в Пекине, не в Пекине, а в Китае, когда был, там я, значит, у нас спортсмен говорит, у меня через два часа гонки, там, но у меня так трясет, говорит, слушай, может пойти массаж сделать, нервничал. А я ему говорю, а ты встань и потрясись. Он говорит, как это? Я говорю, ну встань и трясись, ну найди резонанс с тем, как ты дрожишь от нервов. Вот так и трясись, только сильнее. Помоги организму сделать то, что организм пытается тебе помочь. И он нашел, как трясись, потрясся пару минут, потом сел и говорит, слушай, как гора спит. И золото наше. Хосе Магомедович, огромное вам спасибо за беседу. Катастрофически не хватает времени, но в продолжение нашей беседы мы порекомендуем нашим слушателям вашу книгу «Метод-ключ от комнаты страха твоего мозга», которая вышла в издательство АСТ. А вас поблагодарим за этот разговор. У нас на связи был Хосай Магомедович Алиев, ученый-психофизиолог, известный советский и российский ученый-психофизиолог, врач-психиатр, психотерапевт, автор метода «Ключ». Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова